Настя, привет! Она под достаточно игривым и милым настроением. Я себя сдерживаю, чтобы не показать, что мне тревожно. Ну что, я тебя приглашаю. В подъезд? В подъезд. Я вообще думаю, боже, ну что может быть в подъезде? Может он здесь живет? Прыгнет. Пришли домой? Ну сразу в квартиру к себе, ну это как-то очень, чересчур прям. Господи! Я ожидала чего-то большего. Ну я не думала, что просто в подъезде столик. Я готовилась к чему-то такому, вау, что-то необычное. Подъезд это странно и смешно. Я вполне подозревал, что возможно она не совсем порадуется этому. Но я точно уверен, что она как бы удивилась. Так, это у нас шаурма. Ну пожалуйста, ну почему шаурма? Он же знает, что я такое типа не ем. Я как бы люблю круассаны, макароны. В бокалах мачо. О, да? Да, класс. Ну мачо спасла немножко ситуацию. Я думаю, слава богу. Это значит, что он подумал обо мне. Он помнит, что я люблю мачо. Вообще это все не просто так было. И мачо, и шаурма. Это отображение двух разных планет в виде нас с Настей, которые столкнулись. А, ну что? Так, что? Вот, тяжело на самом деле было начать разговор. Мне было непривычно это делать все под соусом романтики. Очень я ощущал себя где-то тревожно, где-то переживал очень сильно. Я видела, как он переживает. Я видела эти мысли в голове какие-то у него. Я думаю, я, наверное, покажу, что все хорошо, что я спокойна. Надо выпить. За первое свидание? Наконец-то. Я опять боюсь передавить вопросами. Ну, о том, что будет дальше. После проекта? Да. Сейчас. Сейчас, минутка. Вовремя. Здравствуйте. Посмотрите, что дальше вообще, что мужчина должен обещать дальше. Золотые руки. Все, обещайте. Вот эти люди, которые в подъезде проходили мимо, они как бы немножко снимали напряжение. Я прям вообще не знал, что тут отвечать. Мне бы хотелось, чтобы он наконец-то рассказал о своих чувствах. В начале проекта мне казалось, что ты не готова вообще к отношениям, в принципе. На данном этапе что-то поменялось у тебя. Я думаю, что сказать об этом, как выразить мысль.